Я почитаюсь загадкой для всех. Никто не разгадает меня совершенно. Личность Гоголя всегда привлекала к себе повышенное внимание. Еще при жизни о нем ходили противоречивые слухи. Судачили о его замкнутости и склонности к мифологизации собственной жизни. Но еще больше легенд связаны с тайной его смерти. В 1839 году, за 13 лет до своей кончины, Гоголь перенес малярийный энцефалит, который вызвал осложнение, писатель стал часто падать в оморок, переходящий в последующий длительный сон. На этой почве у Гоголя развился страх быть похороненным заживо. За 4 года до своей смерти автор обосновался на Никитском бульваре, в бывшей усадьбе графа Александра Толстого. Именно в этом доме он сжег второй дом мертвых душ. К этому времени Гоголь почти перестал есть и свел к минимуму общения с друзьями. Писатель не выходил из своей комнаты и неустанно, как псалом, повторял. Повторял, что скоро умрет, будто бы заговаривая сам себя. Врачи же разводили руками, но не находили явного заболевания. Силы покидали Гоголя, словно это были и не силы, а дух, который выходил из бренного теплого тела. 21 февраля 1852 года писатель скончался. По одной версии Гоголь не умер, а впал в литургический сон. Об этом впервые начали говорить свидетели эксгумации писателя. Ведь скелет лежал в неестественной позе, а крышка гроба была исцарапана изнутри. Москва и мистика Игра по-крупному Все, ребят, всем привет. С вами Виталий Изопов. Сегодня у нас великий день. Великий человек пришел к нам в гости. Мы сегодня вместе с Павлом Деревянко. Павел, привет. Здравствуйте. Да, разберем технологию создания образа героя. Вот, великий и могучий. Великий и могучий. Это, я не знаю, вы о чем. Ну, вот здесь такие классные орешки вкусные. Да. Обалдеть. Я старался. Здравствуйте, дамы и господа. Товарищи, товарищки. Все здравствуйте. Так, о чем мы сегодня хотим поговорить? Ну, про образ героя, знаешь, мне больше, наверное, личный сейчас будет интерес. Мы, конечно, радиослушателям дадим возможность задать вопросы. Плюс 7903, 7976333. Задавайте ваши вопросы. Самое интересное я задам Павлу. Ну, я хотел, посмотрев ряд интервью, да, мы не так давно познакомились лично на репетиции, на концерте «Идеальная пара», да, когда сидели в гримерке с Женей и смотрели там репетицию и все остальное. И я, на самом деле, задумался о чем. Что вот есть, например, там, актер Джим Керри, да, который ассоциируется у всех, там, комедия, комедианты, все остальное. Но он очень хотел всегда играть какие-то серьезные роли. Да. И здесь, когда спрашиваешь, вот, назовите, там, наших комедийных актеров, да, и все говорят, ну, конечно же, называют, там, тебя, как мы договорились, на ты. Вот. А на самом деле, то есть, драматургия-то и, в общем, сатира и все остальное, оно присутствует в репертуаре. Я посмотрел более ста фильмов. Да. И серьезные фильмы, и серьезные спектакли. Абсолютно точно. И фильмы, и спектакли. Ну, для меня нету, ну, вот, такого четкого разделения амплуа. То есть, любую роль. Комические артисты или трагические артисты, ведь у нас в жизни все это рядом сопутствует, живет рядом. И великое, и бездарное, ужасное, смешное, трагичное. Все рядышком. И мне кажется, те актеры, а такие актеры есть у нас, и актрисы, которые, я говорю, а что ты так, слушай, что ты так напряжена, что ты так напряженно играешь? Ну, мы же, мы же в драме существуем. В смысле, в драме? Что значит в драме? Это у тебя 10 примочек, и все, и ты из этой драмы, а это уже не в жанре будет. Ну, бред собачий. Вот, свободным нужно быть, конечно, и все получится. Слушай, а ты выбираешь как-то, вот, что хотелось бы сыграть, или просто предлагать, или соглашаешься? Я, конечно, выбираю. В последнее время особенно много приходит. Ну, с учетом такой популярности, да. Предложения, ну, в основном они все... Ну, бездарные. Ну, в смысле, окей, неталантливые, скажем так. Ну, мне кажется, только сейчас... Неинтересные. Неинтересные, да. Да, неинтересные совсем, поэтому я практически от всего отказываюсь. Много было предложений с Нового года. Я взял одно, но пока о нем нельзя говорить. Но все равно это комедия. Да, от комедии никуда не уйдешь. Хотя сейчас у меня выходит с 3 апреля на ОКО, по-моему, если можно так называть. Ну, конечно, это же наши кинотеатры. О! Наша Россия. Сериал называется он «Сансара». И мы когда там снимались, я был в полной уверенности, что это будет полный провал. А оказалось, это хит. Хит хитяра. Ну, у них это вообще номер один за год. У ОКИ. Ну, вот, и немного денег тратит на... Ну, в общем, и там у меня совершенно иная роль вообще. Отличная от всего. Драматическая там, большая интересная роль. Слушай, чуть подробнее расскажем чуть позже. Сейчас мы на короткий перерыв уйдем. Оставайтесь с нами. Павел Деревянко у нас в гостях. Да. В нашей студии. Игра по-крупному. Еще раз всем привет. Павел Деревянко у нас в студии. Технология создания образа героя. Предположу, что один из самых, наверное, популярных артистов на текущий момент. И мы говорим образ комедийного героя или кто-то из какой-то сферы еще, например, да? Драмы и все остальное. Павел говорит, а мне все равно, что сыграть. Почти. А что больше нравится? Вот, я не знаю. Там, камера? Медиа, там. Нравятся мне сложные вызовы. Вот то, чего сейчас у меня очень мало. Последний такой вызов был... Подельники. Два года назад мы сняли этот фильм. Не смотрел ты? Подельники. Пока нет. Well. Записываю. Well, 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 да. Подельники. Вот там совершенно, совершенно я... Как-то перепрыгнул, перешагнул, отшагнул от себя. И совершенно новое сделал. Образ. Да интересен человек. Мне и комедия очень интересна. Я обожаю комедию. Но давным-давно уже мне стало скучно и узко в просто там... Комедия положений, какие там есть... Ром-ком, ситком. Ну, вот это нет. Вот что-то нужно... Ну, развиваться. Развиваться. Ну, очень хочется сыграть в... Вот как тупо еще тупее. Вот как... Это комедия, но это... Это... Сверх стек. Да, там, знаешь, разобрана на цитаты. Например, я водитель лимузина, да. Ну, вот это немножко эксцентрика. Лыжи твои. Лыжи. Мои, да. Обе. Вот. Вот такого хочется. Жанров хочется. На самом деле хочется жанровых историй. И если это круто написано, и хорошие режиссеры и партнеры совпадают, то вообще можно сделать невероятно. Путешествовать по жанрам. По жанрам. Из жанров в жанр переходить. Меня... Это удивительно. Ничего нового мы уже... Мир не изобретет. Ну, все равно есть там какой-то русский менталитет. И вообще юмор, я считаю, что это признак интеллекта. Ну, если это не там... Не то, что сыграно, а вот ты вот в это погружаешься и понимаешь-то шутки. Да. А ты понимаешь шутки. Я стараюсь быть адекватным к этому миру и к себе относиться так же. А есть какие-то там любимые роли, нелюбимые роли? Я за все благодарю свою жизнь. Правда. Это ведь опыт бесценный. Кто-то там о чем-то жалеет. Нам, мне кажется, нельзя вообще жалеть. Ну, бессмысленно. Это вот теми ситуациями, которые тебе не нравятся, ты заплатил за то, чтобы иметь вот этот драгоценный, богатый опыт, который ты нигде больше не приобретен. Как у даосов прям. Это, наверное, ты часто на Алтай приезжаешь. Есть такой момент. И поэтому медитируешь, глядя на звезды. Практически. Ну, я благодарен за все. За все, за все. Как ты считаешь, на кого ты больше всего из своих персонажей похож? Тех, которых с тобой, те, кто знаком по жанру, по кино? Ну, последнее время, вот это было не так давно, а сейчас он еще идет в прокате. Беспринципная в деревне. Полный метр, а до этого было три сезона. Вот. Я там играю Славика не тринди. Вот так, не тринди. И очень многие спрашивают меня, так ты такой же, ты такой же. Они просто видят маленькую часть меня такого же, ну, да, шепутного там, на людях, юморного какого-то, быстрого такого, слова охотливого. Но на самом деле это же далеко не так. Я и одинок, и всплакнуть могу. Ну, мы же все люди. Ничто человеческое нам не чуждо. Да. А то потом, мне кажется, чем ты натуральный, тем меньше у тебя какой-то стрессовости. Вот ты можешь себя проявить. Есть настроение? Улыбаешься? Нет, ну, можешь сказать, ну, да, я сегодня грустен. Вот если ты мне спросишь, в чем секрет или в чем кредо последних лет именно в натуральности. Я года два, наверное, или три даже, мне такая фраза сформулировалась. Хочу быть органичным, как вода или трава и в жизни, и в творчестве. И следуя вот этим принципам, этим словам, просто потрясающий эффект выходит. Да, офигенный. И никуда тебя не заносит. Ты тот же самый человек, еще больше стал человеком, потому что разглядел и подружился со своим собственным внутренним ребенком. Вот, я знаю точно. Хотите, расскажу вам залог долгой творческой потенции? Я записываю. Да. Это, собственно, твой внутренний ребенок. Ну, это для всех известно, как бы многие это знают, но... Это работа целая, его найти, отыскать там, вспомнить, какой ты был в детстве, что тебе нравилось, что тебе не нравилось, что ты боялся, чего нет. Принять и простить. Принять, простить, это внутренний ребенка. И я стал, хоть и лет-то прибавляется, а я стал еще моложе. Ну, духом, по крайней мере. Точно. И я вообще абсолютно нормальный. Никуда мне не... В стороны не... Нет, в стороны, конечно, меня жиряет. Как же, как же. Но, я имею в виду, всегда голова на плечах остается и... Ну, и произвы зрительских симпатий как раз подтверждают о том, что люди как раз любят натуральное, потому что последние вот сколько-то лет тот же плейбой невозможно листать. Ну, там настолько все отфотошоплено, да, что нету вот этой... нету натуральности, да, как таковой. Ну, плейбой. А вот эти естественные изъяны... Щербинки между зубами? Ну, да, например, вот этого прищера, да, там, или когда... тот же там, кто столоник криво улыбается. Роман, да. Что-то там еще. Да. Нормально, заходит. Да еще как. Натуральный, потому что состояние сейчас рулит, мне кажется, пространством. That's right. А вот вопрос-то в чем? Вот представляешь, там, комедийная роль, да, ну, например, там, ты играешь, там, потому что ты сам задорный по себе, все остальное. А если ты играешь драму, мне ребята говорят, там, спектакль Кончаловского с тобой смотрели, да, и, ну, ребята уже старые, так, в закваске, такой консервативный, сказали, вот, раньше было, да, вот сейчас. Говорят, ты знаешь, мы с Павлом сейчас вот посмотрели эту работу, а оказывается, ты молодежь, молодежь, это вот... Это значит, что ты прожил это через состояние, там, это что? Это школа. Знаешь, вот, например, приводят пример часто, да, что, например, Никулин, он мог играть комедийные роли, да, мог играть серьезные роли военные, потому что он сам был на войне, там, на фронте и так далее. Вот здесь у тебя, ты это, ну, скажем, придумал или у тебя есть определенный внутренний опыт, прожитый вот этот вот ребенок тот же, да, который испытывал эти чувства? Как так? В чем успех? И опыт есть, объем есть, любовь к профессии есть, ну, и, смею сказать, талант есть. Ну, ладно, окей, способность. Нет, способность к талантливу. Нет, ты знаешь, даже принимать то, что ты талантлив, и говорить, да, я талантлив, это тоже, это круто. Ну, я знаю, о чем я говорю, да, это правда так, ребят, как бы ни звучало, может быть, немножко претензиозно, но это правда так. Так, и сейчас, в ближайшее какое-то время, мне просто нужны работы, нужны сценарии, и в этом убедятся все абсолютно, ни у кого не будет вопросов. Ты сам читаешь? Сам читаю. Ну, это сначала какой-то анонс или прям вот? Ну, я просто там несколько страниц читаю, и все. И руку мастера почерк понять. Да, 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 все. А там это как сейчас, голливудский, типа, одна минута страница или что-то там серьезнее как-то? Что-то между... Ну, сценарий сам вот листаешь, когда я там смотрел раскадровку. Нет, я прошу, чтобы мне прислали синопсис. Ага. И уже понятно. Вот, и описание персонажей. Все, все. Ну, и да, и там, ну, и можно еще одну серию прочесть. Ну, и имя режиссера там. Да, 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 имя режиссера, конечно, конечно. Есть какие-то вот... Эротическую драму хочу. Ого. Да. Вот, кстати, по-моему... Вот прям такую серьезную... Тарантино говорил, что у него последний фильм будет что-то связанное с эротикой. Мне просто кажется... Вернее, когда я смотрю по телевизору, кино, вот эти сцены, основное, подавляющее количество эротических всяких сцен... Не верю. Я не верю ничего, потому что они все изображают. Да, что это плейбой. А я не... Ну, в плейбое, слушайте, раньше был плейбой, так... Ну, раньше, а сейчас-то уже нет. Так вот, я ненавижу изображать. Ни в жизни, ни на сцене, ни на площадке, нигде. И мне кажется, я смею надеяться, что если у меня будет такая возможность, передать через экран зрителям вот эту... Глубину переживания. Настоящесть, да, происходящего, чтобы... Женщины все как-то стали... What? Нет, они поверили в то, что есть настоящие мужчины. А мужчины тоже как-то приободрились, как надо. Вот это хочется сделать, да. Просто возьмите меня с собой. Вы так хорошо рассказываете. Пойдем. Я боюсь, что это возрастной ценз тогда будет слишком. Я правда хочу это сделать. Пока еще есть несколько лет. Ну, как это мне... Не дрякло тело. Что ты делаешь для этого специально там? Треники, физика там, не знаю, подтяжки? Иногда делаю. Иногда, не знаю, раз в две-три недели что-то делаю. Но вот сейчас, если снять футболку, будет видно. Я худой сейчас, но очень рельефный как бы. И, в принципе, это даже так впечатляет. В общем-то, мне особенно ничего не надо делать. Но когда я работаю, в системе нахожусь, вот, и мне нужно каждый день быть бодрым, в хорошем настроении и хорошо себя чувствовать, я насижу на зарядке, на контрастном душе, на витаминах. На витаминах всегда сижу. Ну, в нашем городе, конечно, надо. Да. А сейчас, пока я, собственно, здесь, в Москве, и от всех работ я от многих отказался, я, конечно, могу. Ой, нет, нет, да и да. Слушай, ну, в доме музыки мы были на идеальной паре, играли, да, особенно мне запомнился Тэфи, это Дон Жуан. Это было так сыграно красиво, так глубоко, вот. Я видел глаза женщин, которые смотрели и сказали, ой, это Павел. Очень красиво. Собираешься, показываешь, работаешь, и зал, собственно, да, там был почти. И почти не было свободных мест, да, кто-то просто, может, опоздал, и в зал уже не пустили. И роли-то такие, да, они интересные. Образы, да. Образы, да. Разные рассказы, и в них несколько образов. Попробуй вот так вот, переключись. Мне так это нравится, очень нравится. Я вот театр не люблю, я ненавижу его. Он для меня слишком сложный театр. Переживательный и стрессовая история для меня театра. А вот тут, именно вот в этом жанре, как бы, я не пойму, как саунд-драма или как там, музыкально-драматический концерт, как-то, я не знаю. Ну, это вообще сатира, но с какие-то зарисовки, по-моему, да. Со сценами мы читаем и Тэффи, и Аверченко, мой партнер Борис Андрианов. Лоба, это вообще как бог. Шпилевили на Биолончели, он прекрасный мастер. И сейчас от концерта к концерту, от репетиции к следующей репетиции у нас все это добавляется. И мне кажется, в принципе, изначально казалось, что можно из этого сделать такой, ну, прям шедеврик, небольшой шедеврик, чтобы это было максимально идеально. И у меня же все прибавляется, я и текст выучиваю, и у меня появляется пластика, появляется свобода, быстрее переходы между персонажами. Вот это все, это все, когда есть мастерство. Простите, пожалуйста. А не боишься, что это будет, как у Билли Миллигана, там, 24, значит, роли внутри, в голове, 24 личности? Нет, ты знаешь, нет, были такие моменты, дважды после Махно, и особенно жестко было после... Зрители, кстати, пишут, что Махно вообще огонь. После Махно я там несколько дней ходил, опустив голову, да, как будто с Маузером, по пляжам Гоа. А потом, счастливый конец был такой фильм, где Юра Колокольников играл мой член. Большой такой, да. Да, кстати, прикольный фильм еще, да. Да, Юра, бритый Юрий Колокольников был, как голова, да. И, собственно, так что... А, да, так вот, и я настолько втерся в доверие к этому персонажу, которого я играл. Его звали Павел Давыденко, он тоже был из Таганрога, отец Рабой. Ну, в общем, максимально мы сами писали сценарий, и я же играл стриптизера, и я брил ноги, брил тело свое. Я что-то только, может быть, даже порой на себя там зеркало, я не знаю. А правда у тебя опыт был стриптизер или нет? Был в детстве, ну да, в юности, в юности был, в 18 лет, в 18-19, да. Я проиграл, конечно, разумеется, да. Ну, это был настоящий стриптиз. Я не вылезал из спортзала, я качался. Ну, а после, после съемок фильма я приехал в Москву, надел этот костюм вот этого, собственно, стриптизера. Пошел, крыша у нас тогда была популярная. Что-то там, вот, хотелось мне разврата, всего хотелось, я ничего не получил. Приехал домой, заснул, а на следующее утро проснулся и вспомнил, и ужаснулся, что вчера был не я. То есть был я чуть-чуть. И, не знаю, 70% был Павел Давыденко, вот этот мой герой-стриптизер. Я разговаривал по-другому, я вообще-все как... Ты потом пересмотрел записи сказки на бледене. Я так испугался, я просто испугался, я выбросил сразу костюм, перестал ходить в зал, и у меня тут же наступила депрессия, я не знаю, где-то полгода она длилась. Вот это было жестко. И после этого момента, к примеру, когда мне прислали сценарий «Обратная сторона Луны», я там, главный герой, он сходил потихонечку с ума, вот, и я понимал, что это не останется без... Нетронутым, то есть я все равно буду меняться, и мне даже как-то жалко себя было пару раз, я даже всплакнул. Ну, сериал, кстати, огонь, вот первый сезон прям вообще... Но факт оказался, только я закончил съемки, на следующий день, там, через два дня уехал в Тай, и абсолютно... Все выявили, ну, ничего не было, то есть и дальше никакие, я никогда не путаюсь ни в каких ролях, вот как-то много для меня нормально. А теперь... А мы уйдем на карте. Новости. Перерыв. Игра по-крупному. Всем еще раз добрый вечер, с вами Виталий Изопов, у нас великий Павел Дериянко о технологии создания образа героя. Ну, мы... Я настаиваю, чтобы вы брали слово... Герой. Великий. Ну, что... Ну, ладно, ладно. Только что признался и сказал, да, я талант. Вот это мне очень откровенно, и мне нравится, когда человек там может оценить себя не то, что адекватно, а в принципе сказать, да, я талант. Ну, знаешь, я долгое время подозревал это, ну, шепотом, может быть, произносил там для самого себя. Но шло время, и я совершенно убеждался в правоте своих слов, в правоте своих мыслей, и теперь я абсолютно точно знаю, что я говорю. Я не боюсь об этом говорить, я знаю, что я не зазвеждюсь, что со мной, ну, пока... А вот это медные трубы-то, это вообще... Медные трубы... Тяжеленький. Да, очень много. Ну, вот в этом году из близких людей, у меня несколько прям ближайших людей, я дружил 15 лет с человеком, вот, и потом возникли медные трубы, и все, и пропал человек, пропал. Я вас знаю. Слушайте, а к себе у меня, знаете, сколько претензий? Ноль. Вот ровно ноль. Я всегда думал, всегда слышал об этом, что медные трубы, деньги, слава, меняют человек. Я думал, как же будет со мной, как бы со мной. Нифига. Я какой был придурок, простите меня, пожалуйста, такой и остался. Ну, то есть, в принципе, с обычными людьми можешь так же, я не знаю, там, обняться, пообщаться, и иногда это доставляет удовольствие даже больше, чем с кем-то там, вот. Да, конечно, ну, главное, чтобы контакт возник какой-то, да, это где угодно может быть. Абсолютно. Абсолютно, да. А что касается сложных людей, допустим, на съемочной площадке, ты приходишь на какой-то проект, и твой партнер, либо режиссер, либо актер, или актриса, на сложных щах. Ну, такое можно легко себе представить. У нас есть артисты, и молодые, и там, особенно молодые. Ну, на сложных щах, вот как бы вот так, ну, тебе, ну, мол, давай. И как бы, в принципе, ты, ну, в общем-то, абсолютно имеешь право говорить, блядь. Извините. Ну, в смысле, что тебе давать-то? Вот. Но для меня важен очень, прежде всего, результат, чтобы получилось кино хорошее. А для того, чтобы был результат, мне нужна атмосфера, приятная творческая атмосфера. И в этот самый момент, когда на меня смотрит немножко, чуть-чуть свысока, с поволокой глаз. Тот, кто не имеет на это никакого. Не важно, не важно, имеет, вот, это работа. И я делаю следующее, не знаю, зрители сейчас не увидят. Я вот как бы так, как чуть-чуть вниз и вперед просаживаю туда, вот, к нему. Как бы вниз и вперед. Мол, старик, я вторым номером прекрасно себя почувствую. Вообще великолепно. У тебя нет никаких проблем вообще. Вообще. Вот, смотри. Видишь, чувствуешь. И они такие, знаешь, а потом понимают, что там правда, там, дерьма нету, как-то, и все совсем просто. И расслабляют булки. Вот. Да, это работает. Это техника. Это техника, понимаешь? Слушай, а что тебе сделал все-таки больше театр или кино? Вот, как ты стал таким каким-то? Как ты самооцениваешь жизнь? Это... Если театр ты не любишь. Это комплексные меры. Ну, само собой, но больше все-таки. Или преподаватель, который сыграл в жизни какую-то роль там. Много преподавателей. У нас с Женей Егоровым, с человеком, который... У которого недавно родился ребенок. Да, Женька, 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 поздравляйте вы, братска, с Лукошкой. И Яну поздравляю тоже. Мастером нашим был Хейфиц, промтоварин Юрьевна, Зверевна Таликсеевна. Зверевна Таликсеевна, та, которая меня взяла. Потому что я был жутко необразованным. Я вообще был ноль, нулевой. Просто как... Вот так. Из Даганрога приехал. Прещалый с таким вот коком. Эл-эспресс для рукобилия. Ну, и я ничего не мог сделать. Был какое-то обаяние и непосредственность. Вот это все, что у меня было. Вообще необразования, ничего не было. И Наталья... Все были против. Хейфиц и все остальные. И Наталья Алексеевна что-то разглядела. Во мне. И вот так оно и пошло. Пошло и поехало. Вот. А учителя, учителя. И что, театр или... Ну, поначалу, конечно, театр. Он всегда был для меня сложный. Я всегда боялся... Мне пару раз приснилось в юности сон, когда я забываю текст на спектакле. Или у меня спектакль, а я на него как бы забываю и опаздываю на него. Я просыпался в жутчайшем состоянии. Вот. И, видимо, это и отложило отпечаток основной. Основной. Да, к стрессовой нелюбви к театру, скажем так. Я прошу прощения всем, кому я приношу неприятность для их ушей своими словами. Вот. Но это правда так. Ну, так получалось, что у меня все роли в театре практически все были на вырост. И Шинель, и... Герой. Нина Чусово поставила. И потом был Крошка Цахис. Ви. С Викой Исаковой мы играли в Пушкинском театре. Потом Дядя Ваня. Прежде всего, Дядя Ваня. Мы Дядю Ваню играем уже 14 лет. Да. Я начал его играть в 33. Вот. Это было, ну, вообще никак. И только лишь спустя три года после премьеры я как-то более-менее начал его нормально делать. Ну, сейчас, конечно, все по-другому уже. Уже и артисты некоторые сменились. Кое-кто уехал. Кое-кто с кем-то поссорился. Ну, вообще. Жизнь. Житуха, да. Кино или театр? Благодарен всему. Но вот сейчас мне очень комфортно в кино. Выбираю кино. Очень комфортно в кино. Я просто чувствую себя буквально, как какая-то глубоководная рыба. Быстрая, большая, могучая в кино. Мне вот настолько все хорошо. Но я знаю все нюансы. Знаю, что как должно работать. Кто как должен работать. А что про Ван Даму думаешь? Вот у него спрашивали про тебя. Ему понравилось? Еще бы ему не понравилось. Ладно, я это не могу рассказывать здесь. В эфире. Какие у вас блюда красивые. Ягодки. Ван Дам. Прекрасный мужик. Классный парень. Ну, то есть он уже... На шпагат до сих пор садится. На шпагат садится. Да и вообще он такой веселый. Да. Это в Украине там раньше было. У него там какая-то любовница была, что ли. У меня, кстати, тоже. Давно это было. Ничего запрещенного не сказал, Вик? Казанова, да. Я одинокий бродяга любви Казанова. И, кстати, под эту песню... Как его зовут? Жан-Клод? Нет. Кто он использует? А, светофор, светофор зеленый. Кто? Как его зовут? Дельтаплан. Да-да-да. Дельтаплан. Кто он? Валерий Леонтьев. Валерий Леонтьев, конечно, забыли классику, что ли? Да, вот подзабыли. Фразу, привет. Так вот, под эту песню я, одинокий бродяг, любви Казанова, и был в жизни мой первый стриптиз в Таганроге в клубе Чермен Бряк, куда приходили в основном там моряки и жены там, наверное, совсем молоденькие были. Монетку какую-нибудь поднял? Что-то поднимал, да. Ну и один раз в Новый год пришел какой-то чувак, извините, я опять орех машинально съел. Он вкусный. Офигенный, офигенный. Вот. И что-то он там разбуянился и начал ножи швырять. И нас всех вывели через кухню. Я вот в этих штанишках, которые мама мне сшила из белой простыни, вот, с расклешенными какими-то, с голым пузом какую-то майку натянул, и быстро мы убежали за угол. Это зима, Новый год. Холодно. Но всегда кормили там хорошо. Есть что вспомнить. Детям нефиг рассказать. Вот это да. Да. Как ты, кстати, образ отца проявляешь с детьми? Уже детям нашим сказано много раз, вы, ну, если не самые счастливые, то одни из самых-самых счастливых. Знаете почему? Да, знаю, потому что у нас родители классные. Говорю, да, ребята, у вас просто нереальные родители. Вообще невероятные. Поэтому давайте, будьте, соответствуйте, мать, учитесь и все такое. Мотивирующая речь, понятно. Слушай, если бы ты не занимался там театром, кино... Что бы я делал? Да, чем бы занимался еще? Бизнес, благотворительность? А, бизнес это вообще... Пока проходила мимо, сейчас мы сделали свою компанию. Называется она BeSoul, извините. Вот она занимается IT. Известный русский. IT? Я же IT-шник тоже. У нас IT, да. У нас мы делаем коды. Все, что касается финансов, потом могу подробнее рассказать. У нас большой офис, мы только открыли в Сити. Ну, в общем, развиваемся. Классная команда. Вот. Это раз. А что я еще говорил? Ну, я чем бы занялся. Ну, ты, наверное, как инвестор сейчас выступаешь. Как инвестор и какими, да. А вообще-то я бы лечил людей. Врач. Не врач, а холотропщик. Что? Кто? Доктор души, я думала, какой. И души тоже. Вот, кстати, у меня есть... Слушай, Станислав Гроф, трансперсональная психология, и холотропное дыхание, в принципе... Нет, это массаж, это через тело, это, ну, я чувствую очень хорошо органы, да, чувствую. Но и я также... Это висцеральные практики какие-то, да? И силовые тоже. Ну, я также... Блин, ребят, у меня есть такое ощущение, ну, это не просто ощущение, это уверенность в этом, что... Я знаю технику жизни, я знаю, как реально помогать людям быть счастливее, представляете? Настолько вот такое... И неважно, через что, через искусство, либо через тот же... Через слова, через слова, буквально. Я знаю, что говорить, ну, чтобы менять ситуацию, менять себя. Вот, у меня это получается. Это потрясающе. И это потрясающе. И я думал, через что это делать? Мне уже несколько раз предлагали написать книгу, но я не знал, как это система, там, набрать курс. Я сейчас не понимаю. А тут вдруг, когда сейчас наша команда заработала, и мы набираем прям лучшую команду, лучший персонал, так вот здесь именно я и могу сформулировать все свои желания, все свои умения, и посмотреть, насколько это работает. Смотивировать всех, каждого работника на максимальные КПД. Вот. И вот у меня ко всему ездят слова. То есть я знаю, что говорить, что мешает, что не мешает. Тебе вот с тобой... Ну, то есть социальные какие-то там профессии даже, да? Максимально делать счастливее людей. Вот. А это задача руководителя, кстати. Не, а я из полного нуля, из полного гадкого утенка вообще никакого. Посмотрите, я в свои 40-93 года, блин, молодой, задорный мать. На своем примере. На своем примере. С чистой головой, без дерьма, без всякого, без этих вешеных ярлыков, без осуждений. Просто любящий кайф, любящий людей. И вообще еще и приятное, приносящее не только людям, но и своей семье, и своим друзьям. Ты в социальных сетях как-то это пытаешься самореализоваться? Там посты делаешь, там марафоны, там... Нет, 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 нет. Мне нет пока на это время. Ну и не знаю, если бы кто-то рядом был, какой-то человек, но... Нет, я хочу через практику это все доказать на своей команде. В нашем БиСоуле. Войти. Войти. Да, да, войти. А там, как известно, 6 миллиардов пользователей интернета, 2 миллиарда там... Ой, мы скоро вообще так взлетим. Тут, тут, тут. У нас все по-белому. Все по-белому. Делаем ставки. А я предлагаю, когда у нас будет перерыв, вот после перерыва, попросим Павла вдохновить нашу аудиторию на что-то такое великое, да? Да. На что-то... Вот как раз будет возможность больше, чем в 30 городах России... Давайте, давайте, отлично. Прекрасное предложение. Да? Давай быстрее перерыв сделаем тогда. Тогда мы уходим на перерыв. С нами Павел Деревянко. Вау-вау-вау! Чудеса какие. Оставайтесь с нами после перерыва. Игра по-крупному. Так я про него и говорю. Да, ребят, еще раз всем привет. С нами Павел Деревянко. Обсуждаем технологии создания образа героя. И сегодня у нас очень интересный вышел диалог. Прямо Павел рассказал очень много из своей жизни. Рассказал про свою натуральность. Вот очень интересно, что есть у него мысль и чувство, что он может приносить вообще, в принципе, пользу людям через что-то. Через слово, через свое творчество, через тот же бизнес, через какие-то прикосновения телесной практики. Потому что, наверное, я предположу, что у тебя начинается все с мыслей. То есть у тебя находятся мысли в какой-то зоне такой созидательной, да? Ты знаешь, вот если раньше я отдавал себе отчет своим неокрепшим умом, вот как говорил Константин Сергеевич Станиславский, любите искусство в себе, а не себя в искусстве. Я любил себя в искусстве. Вот. Отдавал себе в этом отчет и жил, 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 жил. Потом, когда мы начали играть Чехова, дядю Ваню, через рассказы о нем Андрея Сергеевича Кончаловского и все такое прочее, я вдруг понял, что мне появилась вдруг сверхзадача появилась. Сверхзадача это есть в сцене, допустим, задача, что ты от меня хочешь, что я от тебя хочу другую. А есть сверхзадача, то ради чего? Вот. То ради чего? Я понял, что я должен, так как мне жизнь очень много дает, очень много, но вот я должен отдавать это. Появилась ответственность через свое творчество, влиять на... Ну, миссия фактически. Ну, да. Вот это было... А вот некоторое время назад, буквально в ноябре, я почувствовал себе еще выше на одну ступеньку, ну, выше или шире, неважно. И я почувствовал, что вот это уже дар, это дар, это моя миссия, я не могу... Это трансформации были какие-то? Просто умереть во мне и все. Да, на твоих глазах, например, прикоснулся к кому-то, вот, и человек встал и пошел. Ну да, буквально, вот так, просто мотивировать, мотивировать словами, я не знаю, хотите что-нибудь скажу вам? Зачитаешь, может быть. Что? Вот, ну что, скажи. Что-нибудь такое, чтобы... Нет, ну, темка. Темка, темка, темка. Даша хочет самореализации. Нет, 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 вот скажи, какой-нибудь темка, что тебя беспокоит. Ну, так вот, реально. Что бы ты хотел себе изменить? Что тебе не хватает? Духовного роста. Что это между духовного роста? Развития общего. Развития общего? Не хватает? Да, 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 да. Хочется большего. Всегда хочется большего. А что мешает? Ты сам себе? Лень? Нет. А что? Это вряд ли. А что? Ответственность за других. Ответственность за других. Так вот, надо сначала, прежде всего, увидеть четкое желание, выявить, что оно есть такое, без всяких примесей. Это тоже очень важно. И потом понять, что ему мешает. Почему? То есть, ты же все знаешь, ты все понимаешь. Ты уже делал так много раз. Но вот сейчас, почему-то, несмотря на свое острое желание развиваться, что-то, что-то, что-то как бы не так тормозит. И нужно понять, что это. Вот эти мелкие всякие детальки, вот их нужно разглядеть. А для того, чтобы их разглядеть, вот техника, нужно просто почаще об этом думать. И все. Все просто. Все гениально и просто. Реально все просто. Ты просто должна... Вот буквально записываешь себе в ежедневник, не знаю, три раза в день напоминание в телефоне, там, какое-нибудь слово, которое тебе хочется, там, образование, не знаю, или там, дура, или еще что-нибудь. Другой язык. Другой. И просто оно у тебя выскакивает, и ты просто думаешь об этом. Просто нужно чаще об этом думать. Ну, о том, что ты хочешь, да? И чем ты чаще об этом просто, тупо, грубо говоря, думаешь. Тупо думаешь. Да, будешь думать чаще. У тебя через это, вот это из вот такой вот мысли или чего-то, то, что сидит здесь в голове рядышком совсем, вот, она начинает вот это видоизменяться, и чуть-чуть ты ее как бы уже начинаешь потихоньку, со временем, думая об этом почаще, и не ставя себе оценок, понимаешь? Замечаешь что-то в себе, что ты делаешь опять и опять и опять, не журишь себя ни в коем случае, просто смотришь на это, просто как наблюдатель со стороны. И через некоторое время, я грубо говоря, вот это мысли, желания, все, ты его видишь уже не здесь у себя в голове, а уже на расстоянии. Вот, и ты его рассматриваешь со всех сторон, да, потому что ты много мыслей уже об этом подумала, а ты думаешь, и у тебя возникают другие параллельные мысли, и ты возникает объем, я понимаю, понятно говорю или нет? Да. Возникает объем. У нас эфир заканчивается просто. Мать его. И, внимание, там и энергия. Но я хочу подытожить, это был подарок от Павла Деревянко, как нужно или можно исполнять свои мечты. Он добился всего сам. Было круто. Спасибо. Спасибо. Пока.